Карменский район у Гомельской области один из самых потерпелых от наступства авары на Чарнобыльской АЭС. Зародается и на газобрудживание 16,5 тысячи гектаров земли выведено за обороту. 29 населенных пунктов перестали исновать. Сегодня их назвы заховывают помнят отселенным вёскам, які размещены у центра кармы. Удельники миротворчих маршу напереду дни годовины аварии прибыли на Карменскую землю, кабус класть вянки и вручить подяки тем людям, які цяной своего здоровья змагались с наступствами катастрофы. В Чернобыле, 1986 год, тогда все не смотрели, как и что. Нужно было спасать людей, надо было спасать совхозы, перевозить. Ездили, там и жили несколько дней. Очень страшно. Дали путёвку надо выполнять, людей нужно спасать. О чернобыльской трагедии мы не забываем. В силу нашей возможности мы этих людей сегодня как бы и честуем. Поднимаем им настрой, чтобы они, что долго жили и в силу возможностей могли работать. И этим самым, чтобы они воспитывали наше молодое поколение. Дарыча представники молодого поколения Гомельщины так само приняли удел у миротворчих марш. Их сустреча с удельниками ликвидации наступства аварий стала одной из головных задач акции. У всех в Караминском районе сегодня проживает 30 ликвидаторов. На углу на этой земле после катастрофы застались многие. Именно в это дякую, что им район смог выстоять. Зараз тут гонорация досягнениями у сельской господарцы и промысловости. Усправе адукации, аховы здоровья и социальной сферы смогли не только вернуть свои раннейшие позиции, али отповедать потребованиям часу. В 1986 году мне исполнилось 15 лет. И те события, которые проходили в момент отселения и неких таких определенных житейских проблем, они остались у меня особо в памяти. Но вместе с тем я хочу отметить, что большинство людей, которые остались проживать, они научились жить с этой проблемой прежде всего. Они осознали, что с этой проблемой можно не только жить, можно продолжать жить и развиваться. Подякой людям, которые смогли вывести на новый узровень Карменский район, стал концерт в рамках социально-творческой программы «Чарнобыльский шлях. Дорога життя». На сцене Дома культуры выступили народные и заслуженные коллективы артисты Беларуси. У их леку ансамбль народной песни «Тирница», музыкант и композитор Эдуард Ханок и многие иншие. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, Утеля, Радио, компания «Гомель», Карменский район.